Важным событием января стало ежегодное программное обращение губернатора Подмосковья к жителям региона. Встреча Андрея Воробьева с представителями общественности и главами муниципалитетов прошла в Доме правительства региона. Участие в мероприятии приняла и делегация из Щелковского района. В ее состав вошли глава Щелковского района Надежда Суровцева и руководитель районной администрации Алексей Валов, а также депутаты, представители общественности и бизнес-кругов. В своем выступлении Андрей Воробьев озвучил основные показатели социально-экономического развития за последние три года, особое внимание уделив капитальному строительству в социальной инфраструктуре. Так, благодаря новым объектам в сфере дошкольного образования, очередь в детские сады среди детей с 3 до 7 лет на 2016 год практически отсутствует. В Щелковском районе она равна нулю. Для развития массового спорта в регионе было построено более 300 физкультурно-оздоровительных комплексов. Гордостью Щелковского района стала новая ледовая арена имени Владислава Третьяка. Ну и, конечно, большие перспективы открывают новые диагностические и перинатальные центры, один из которых сейчас возводится в городе Щелково. Мы открываем в этом году новые родильные дома Балашиха, Пушкина и Ступина. Завершаем строительство перинатальных центров в Коломне, Щелково и Нарофоминске. В 2016 году мы введем их в строй, как и обещали. Множество задач, связанных с развитием социальной инфраструктуры и благоприятного инвестиционного климата, губернатор поставил перед главами муниципалитетов. Те задачи, которые поставил губернатор, они говорят о том, что, во-первых, не снижается социальная направленность всей нашей работы. Это и строительство новых школ, строительство детских садов, школ искусств. То есть социальная направленность как бюджета, так и всей работы, она видится. После поступления губернатора я горд за Московскую область. И понимаю, что вклад Щелковского района в родитель Московской области тоже достойный. Уверен, что эта речь губернатора дает нам дополнительный импульс, чтобы Щелковский район развивался уже в более экономическом направлении. Важную роль в решении проблем, по словам губернатора, также сыграет обратная связь с жителями. Порядка 50 тысяч обращений от населения Подмосковья поступило в систему добродел за три месяца. 80% проблем решается, подчеркнул Андрей Воробьев. Субтитры создавал DimaTorzok